Но вначале он играл Е4, потом все чаще стал отдавать предпочтение ходу ферзевой пешки. Вот, Женя, поскольку вы, наверное, больше меня немножко следите за творчеством Магнуса, не знаю, не уверен, но, скорее всего, это так. Д4 он почти всегда играет в последнее время. Ну, он под противником может сделать тот или иной ход. Ну, просто, когда Е4, это или русская партия сейчас, или берлинский вариант, испанской партии, он не хочет просто вступать в теоретическую дискуссию, показывать какие-то, может быть, важные новинки, и потом спокойная игра такая, позиционная. Ну, собственно, на моей памяти, как раз против Владимира Кравника, Магнус Карсон почти всегда в последнее время играл Д4, и они поясняли отношения как раз к защите Немцовича. Ну, в данном случае вариант, который с их уходом Е3, кстати, не с Коньев-3, ну, собственно, так и должно быть, да. Теперь черные могут сразу заиграть. Вместо вот седьмого Е3 ходят здесь Коньев-3, или Слон-Ж-5, ДЦ, и сейчас современная теория. Вместо этого... Вместо этого было сыграно Е3. Карлсон отклонился. Б7, Б6, ответ Владимира Кравника. И после этого размен на Д5, ЦД. Ну, с одной стороны, такой размен, это почти всегда некое облегчение для черных, во всяком случае, становится ясно, как играть, но при этом поле Ц5 контролируется белыми фигурами, поэтому полностью разгрузить центр черные не могут, и это некоторое преобладание белых в центре все-таки дает им основания для того, чтобы хотя бы отчасти, хотя бы в малой степени рассчитывать на преимущество. Слон-6, размер белопольных слонов. Ну, это, с одной стороны, Слон-6 играет Магнус Карсон. Вряд ли можно было от этого размена уклоняться, вряд ли имело смысл, потому что тогда белым трудно было бы закончить удобное развитие кородевского фланга. Ну, или тогда без рокировки играли бы белые. Да, а сейчас черные готовы сыграть Ц7-Ц5. Видимо, если черный без Владимир Кравник, без каких-либо противодействий со стороны соперника, проведет Ц5, потом можно защитить при необходимости коня А6 с помощью хода Ферца 8, то проблем не будет. Проблем у черных. Ферзь Ц6 имеет смысл сейчас сыграть или нет? Вряд ли. Просто Ферзь Д6 и размен на поле Д6 ничего белому не даст, конечно. Ц5 следующим ходом собирается пойти. Ц5 следующим ходом. Ну, можно взглянуть, что происходит в других партиях, и мы дождемся все-таки хода очередного магнуса Карсона. Почему? Давайте вараньяна, давайте все-таки всех успеем посмотреть. При таком контроле не все Ферзь Ц6. Черные сыграли Е5, начали прорыв в центре. И Ферзь Б5, атакуя коня Б5. Вообще, очень любопытные события. Ферзь Б5, ЕД, жертва фигуры. Это жертва фигуры. Если черные не жертвы фигуры, они просто получают худшую позицию. Отступление коня на Б8, такой редакции, это потеря пешки. То есть, ход Е5 уже, ход Владимира Крамника, это готовность пожертвовать фигуру, что, в общем-то, и случилось. Ферзь бьет А6, это ход магнуса Карсона. Ферзь бьет Е4, атакован король, шах и пешка Ж2, король Ф1. Ход логичный. И Владимир Крамник задумался. Что со временем? 18 минут у магнуса Карсона, 20 у Владимира Крамника осталось. Примерно поровну времени. И вот сейчас мы услышим, что расскажут соперники по этой партии о том, чем они руководствовались, принимая те или иные решения. Очень любопытно. Интересно узнать, почему пожертвовал фигуру Крамника? Мы снова остановимся в партиях. Для того, чтобы послушать комментарии к партии Карлсон. Не работает. Не работает? Раз, раз. Раз, раз. Раз, раз. Заработал микрофон. Итак, мы послушаем комментарии к партии Карлсон Крамник. Владимир, еще раз придется вам сказать, что вы думаете. И сначала, наверное, все-таки предостановим слово белым. So, Magnus, please, tell us, what do you think about the position and the watery plans? I generally have no idea what's going on. На самом деле, в целом, у меня совершенно нет представления, что же происходит. I am a piece up. У меня лишняя фигура. But he has two pawns and my pieces are not developed. Nevertheless, I think my chances are not bad. But please, do not hold me to this opinion later. Но, пожалуйста, не напоминайте мне об этом моем мнении позже. Thank you. Теперь, Владимир, что вы думаете? Да, ну, что-то очень похоже на предыдущую партию. Потому что, мне кажется, я достаточно комфортно уравнял по дебюту. Но, в общем, решил сыграть очень остро. И опять, это связано с жертвой фигуры. То есть, я, конечно, не обязан был жертвовать. Могу сделать какой-то другой ход. Мне кажется, что позиция близко к равенству. Но это ход очень принципиальный, я считал. И вот сейчас возникла очень острая позиция. По ощущению, мне кажется, что у меня хорошая компенсация за пожертвованную фигуру. Но сейчас вот критический момент. Мне кажется, ближайшие несколько ходов определится точно. То ли мне удастся развить инициативу и, может быть, даже получить преимущество. То ли белые отобьются и все-таки у них останется лишний конь. Поэтому позиция очень острая. У меня здесь несколько заслуживающих внимания продолжений. Скажем, Д3, Ферд С2, Ладей Е8. То есть, каждый ход по-своему интересен. Даже просто С5. В общем, надо будет сейчас, видимо, я крепко призадумываюсь. Но мне кажется, что объективно моя позиция неплохая. Мне нравится, по крайней мере. Но, конечно, она очень острая. Большое спасибо. Мы с удовольствием посмотрим, что же случится. Спасибо. Владимиру Крамнику сообщил зрителям о том, что компенсация у ученых очень неплохая. Но при этом достаточно высоко оценил собственные шансы. Владимир Крамник же также с оптимизмом расценивает свою позицию. И это жертва фигуры. Это была не жертва фигуры с горя, как нам показалось. А вполне такое осознанное решение в надежде на то, чтобы побороться. Что называется, игра пошла на три результата. То есть, Владимир Крамник... Мне кажется, что тут на четыре задачи решает Крамник. Это, собственно, шахматный. И одну создать наиболее интересную партию, наиболее какую-то нестандартную позицию. С тем, чтобы не только он получил удовольствие, но и зрители тоже. И в ответ на ход ладья Б3... Конечно, не стал. У него не хватает целого коня. Последовало А4. То есть, Магнус Карсон так хладнокровно, учитывая то, что используя то, что С3 пока невозможно, это не угроза пешка на Д3 подвисает, уводит пешку из-под удара. Потому что там в Норвегии очень холодно зимой. И что? Поэтому у него холодная кровь, и он играет очень хладнокровно. Ладья... Нет, не ладья, а А4. Не такой ход. А ладья ДД1 играет здесь. Насколько я понимаю. В этот момент Магнус Карсон уводит ладью назад, создаёт угрозу Конь Д2 с вилкой. Нет, но он сначала ладью на С1 провёл. А, он провел, да. Он пошел ладья С1. Ладья С1, верно. Ладья С1. А5. А5. И теперь ладья Д, Д1. И теперь ладья Д, Д1. То есть белые ладьи встали на дельные полиции. Если бы чуть-чуть сейчас Владимир зазевался, то пусть конь Д2, он бы не досчитался еще и ладьи. И можно было бы сдать партию. Но не таков Владимир Крамник. Он, конечно, такие вещи не зевает. Нет, не зевает. Ни в коем случае. Он пошел ладья Б2. Он пошел ладья Б2. И белые сыграли ладья Д2. Но здесь можно было... Можно было, казалось бы, предложить ничью. Ну, на ничью, наверное, Магнус Карсон бы не согласился. Скажем, сыграть он мог, нет. Не мог. Хотел я предложить ход ладья А2, тогда С3. Просто Владимир не из тех, кто... Вот в чем дело. Нет, он... И вот комбинация. Очевидно, что он приехал для того, чтобы играть, а не соглашаться на ничью в этом турнире. Он блестяще нашел. Конь Б1. Почему? Потому что вроде бы такой естественный ход конь Б4. Но тогда ладья С2 и черные выигрывают фигуру. Может быть, белые спасутся. Но, наверное, спасутся после ладья Д1, за ладья Б3. Но можно... То есть лишняя пешка все-таки у черных. Ясно, что на этом Агнус Карсон не идет. И поэтому он здесь вот отступает. Отступает конем. Другие отступления были? Конь Ф1. Если он пошел на Б1, значит, это хорошо, потому что он собирается на С3 поставить. Это безусловно хорошо. И черные играют ладья С2, предлагая ладьями поменяться, что невозможно. Невозможно для белых, поскольку черная пешка пройдет в ферзи, надо уводить ладью. Ладья Д1 следует, и черные двигаются дальше. Теперь на ладья бьет Д3 следует, как что видят наверняка все наши слушатели, ладья бьет Ф2. А в случае ладья Д3, вот эта комбинация, по мотивам партии Шелехтера. Блестящая победа Владимира, блестящая. Невероятную партию он выиграл. То есть сыграл король Ф3 Магнус Карсон. Да, он пошел... А, не выиграл, к сожалению. Д2. Да, жалко. Д2 сыграл здесь Магнус Карсон. А то, что я и говорил, что всегда есть возможность у белых отдать ладью. У белых выбора нет. Они должны играть король бьет Ф3. Я так хотел, чтобы Владимир провел. И соперники согласились на ничь.